здравствуйте друзья здесь Демитков Юрий сегодня я продолжу тему про кризис что нас может ждать и сейчас я хочу продолжить то что начал в предыдущем видео про недвижимость может быть стоит сохранить деньги в недвижимости потому что ну доллар какой-то непонятный рубль тоже вот и многие люди считают что недвижимость это очень хороший способ сохранить деньги вот но в прошлом видео я уже рассказал о том что было источником кризиса в 2008 году мирового кризиса это вот кризис связанный с недвижимостью вот и грозит ли это нам но смотрите в прошлом видео я сказал что в конце 90-х я ездил в америку и после этого меня завалили спамом о том что возьми кредит возьми кредит в основном эти кредиты были на недвижимость вот в 2001 году избирается путин на первый срок у нас тогда еще были прекрасные отношения с америкой с одной стороны с другой стороны мы расплачиваемся с внешними долгами в которых когда нефть была низкая и у нас реформы промышленность разваливалась мы были в долгах все мы рассчитываемся с долгами и путин там в течение года после избрания едет в америку после меня я уж не знаю о чем они там договаривались о чем разговаривали американцы я говорю впаривают недвижимость кругом приезжает путин из америки и объявляет я хорошо это помню через некоторое время правда он объявляет что мы запускаем программу ипотеки то есть у нас в то время недвижимость была вот просто в полном полном упадки а то есть не было рынка недвижимости можно было ее купить продать но купить ни у кого денег нет а продать строительные организации были также в упадке как все остальное вот и путин говорит что мы хотим как правительство мы должны заботиться о благе народа это правда правительство должно заботиться о благе народа поэтому значит сердце кровью обливается говорит он там я вижу как молодые люди не могут купить значит там молодые семьи бла-бла-бла и мы сделаем доступными кредиты на покупку недвижимости говорит путин я такой чего вот так мы будем помогать молодым семьям и я такой но посмотрите есть очень простая вещь смотрите у нас рынок при рынке цены складываются на основе баланса между спросом и предложением а теперь давайте вспомним простейшую задачку из 5 класса смотрите c равно а поделить на б если мы а увеличим скажем в 5 раз то что произойдет с c тоже увеличится в 5 раз для вас это очевидно вот ну для меня это было сразу очевидно если значит мы возьмем c это цена на недвижимость а это суммарная спрос на недвижимость то есть вот все 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 деньги которые люди в стране готовы заплатить за недвижимость а б это предложение это вся 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 недвижимость которая в стране продается если мы ничего не делаем с предложением а стимулируем спрос то есть мы вливаем деньги в спрос мы его увеличиваем в 5 раз я не спроста то сказал вот то соответственно цены на недвижимость должны увеличиться в 5 раз и где тут доступность для молодых я не понимаю если честно вот и я такой чё это совсем не то чего я ждал я ждал на что будут выдаваться льготные кредиты предпринимателям тем кто занимается реальным производством в реальном секторе и это была одна из основных причин почему я начал заниматься полиграфии потому что я думаю что вот я наберу портфель заказывай так далее и значит тогда я приду просто с бизнес-планом мне дадут кредит бешеный там 150 200 тысяч долларов я на этот кредит куплю хорошее оборудование более-менее хорошее такое но бушное конечно сказать там прошлый век в мировом масштабе но по нашим меркам будет очень хорошее оборудование и на этом заработаю очень быстро и поднимусь вот тут мне путин говорит что то есть новый президент вот он показывает основные направления политики он говорит юра тебе ни хрена значит мы решили в недвижимость влить деньги то есть повысить цены на недвижимость что происходит в следующем значит ну смотрите что произошло реально показываю вот сейчас вы видите график цен на недвижимость в долларах с 1996 года по 2000 ну здесь график прерывается на пятнадцатом году вот вот он вот смотрите вот здесь вот мы видим 2001 год и где-то вот путин здесь вот ну 2000 начало и короче говоря ипотечного кредитования как я и говорил цены начинают в долларах на недвижимость резко расти то есть в начале этого периода цена на недвижимость стоила примерно 600 это в долларах все 600 долларов за квадратный метр график цены на квадратный метр однокомнатной квартиры в долларах сша в москве с 96 и по 2015 вот 600 долларов за квадратный метр стоила квартира и я тогда мне тогда нужен нужен был дом я уже задумался об этом и они как начали дорожать я думаю куда они так дорожают я не как предприниматель никто кредит не дает на самом деле потому что потому что у меня сегодня деньги есть а завтра их нет то есть доходы мои крайне не равномерны заложить мне нечего то есть был как сокол вот соответственно я в результате строил дом самостоятельно на вот кредит мне никто не давал но цены растут вот и посмотрите с 2000 вот 600 долларов которые были в 2001 году когда пришел путин они растут сначала до 2000 долларов в 2004 году дальше идет некоторая заминка вот приостановочка потом цены опять взлетают уже 3000 долларов 4000 долларов 5000 долларов 6000 долларов за квадратный метр что в это время происходит это но посмотрите 8 лет вот за 8 лет цена на недвижимость выросли в 10 раз в долларах понимаете вот вот здесь вот люди говорят суши недвижимости растет что происходит смотрите как выдавались ипотечный кредит и ипотечный кредит выдавались не просто так не всем подряд бедным не выдавались как в америке вот для того чтобы получить ипотечный кредит надо было прийти но во первых что это такое это субсидии от государства ипотечное кредитование то есть государство говорит что ну во первых гарантии снижает то есть говорит смотрите обычно когда банк выдает кредит банку нужно залог в виде чего-то залог должен кредит должен составлять 60 процентов от залога то есть залог должен здорово перекрывать сумму кредита это нормально вот то есть 60 процентов или сколько процентов это уже выбирает банк это риск параметры банка но залог всегда должен сильно перекрывать тело кредита вот государство говорит что вот можно снизить этот порог государство берет на себя половину этого порога во первых во вторых банк когда выдает кредит он кредит скажем по 30-40 процентов годовых государство говорит что ребята мы будем снижайте кредит мы будем выдавать вам часть этого кредита просто из бюджета государства вы даете кредит населению население платит вам кредит и проценты по кредиту пониженные разницу ночь мы еще доплачиваем вам за то что вы кредитуете население вот так то есть из бюджета там очень очень серьезные деньги идут на поддержку вот этого всего процесса то есть льготные кредиты на недвижимость это значит что за них кто-то заплатил вот но при этом кредит дается не всем подряд а тем кто может заплатить первоначальный какой-то взнос в начале это было но минимум 30 процентов точно совершенно было или 50 даже поэтому вот в начале кто может взять кредит только те у кого есть деньги ничего в истории не меняется то есть путин сказал что мы поможем молодым приобрести жилье мы поможем там сказать неимущим приобрести жилье ребята ну не надо нас дурачить вот мы поможем только тем кто способен внести первоначальный взнос сначала 30 процентов потом этот снижается до 20 процентов первоначальный взнос потом 10 процентов он всегда есть и всегда был вот первоначальный взнос у кого он есть у богатых значит что делают богатые богатые они умные они потому и богатые что умные они берут вот здесь вот вкладывают деньги они знают что жилье подорожает и вот смотрите что сделали мои знакомые у меня есть одна знакомая она там замужем там ребенок вот но жильем проблемы были как взять жилье не знаю вот она работает конструктором там муж работает ну тоже что-то зарабатывает в москве где-то но неплохо зарабатывает но постоянная работа не предприниматель не он не она значит берут ипотеку на этапе им нужно в принципе двушка нужна но на двушку они не тянут она очень такая смышленая говорит однушку будем строить берут однушку на этапе строительства под ипотеку вкладывают деньги по максимуму свои которые накопли накопили и через полтора года однушка построена цены на нее взлетают вы видите в два раза она продает эту однушку и тут же тут же начинает строить двушку по той же ипотеке и все деньги которые она выручила от продажи однушки она вкладывает в двушку и соответственно строительство двушки которая строится на которые тоже цены очень быстренько растут и в результате после того как она построена новая двушка вы что думаете она в нее вселилась нет она ее продает и на вырученные деньги покупает себе трешку на вторички вы понимаете вот грамотный подход еще одни мои знакомые тоже самое сделали значит им нужна была квартира значит они что сделали они взяли продали свою квартиру там сказать там где-то то ли снимали то ли у мамы пожили но они на этапе строительства покупают сразу две однокомнатные квартиры понимаете и проходит полтора года значит они одну из этих однокомнатных квартир продают рассчитываются с долгами по 1 хватает еще на ремонт туда отселяется там сестра вот после этого они снова берут и вкладывают еще там двушку по моему нет в трешку все-таки в трешку на этапе строительства строят ее и переезжают в трехкомнатную квартиру то есть у них была одна двушка они сестре значит там сестрой оперировались вместе сестра получает одну комнату они они трешку вот так люди использовали вот эту ситуацию до а потом она звонит и берет юр вот я не знаю как ты думаешь будут дальше цены расти на недвижимость или нет или уже как-то вот стремно третий раз эту ситуацию повторять я говорю ну слушай наверное уже стремно вот вот смотрите вот они растут растут потом раз опять растут 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 вот и в начале то шли сюда только самые такие мудро и смышлено я в это время строил дом у меня денег ипотеку мне никто не даст из-за моих доходов из-за того что нечего заложить поэтому я вкладывался все свои деньги которые я зарабатывал я вкладывал в строительные материалы которые тоже начали интенсивно расти они росли точно также как и недвижимость потому что все должно устаканиться сначала выросли цены на недвижимость потом рентабельность строительной отрасли бешено выросла строительные всякие фирмы богатели страшно и соответственно стройматериалы стали дорожать вот недавно я снимал видео на крыше там у себя я показывал вот все мои соседи и вы видели что люди которые в основном мои соседи это предприниматели и которые поднялись как раз вот в этот период и очень много людей там поднялись за счет роста вот этой недвижимости кто-то производил стройматериалы кто-то торговал стройматериалами кто-то строил коммерческую недвижимость и сдавал ее в аренду эти самые более самые преуспевающие они взяли кредит построили торговый центр вот и сдает в аренду до сих пор его вот вот это вот надо было делать но надо было делать вот здесь что происходит дальше дальше происходит как и в любом процессе консолидация рынка то есть мелкие предприятия не выдерживают конкуренции потому что да еще чиновники очень хорошо заработали на этом деле потому что они брали там бешеные совершенно взятки откаты за всякие разрешения выделения земельных участков за прием дома я никогда не приму пока вы не заплатите и так далее но было это и чиновники стали строить элитное домостроение элитка поднялась очень здорово вот и потом значит наступает на освещение консолидация то есть мелкие фирмочки поглощаются более крупными доходность падает да здесь еще и цены росли и сюда значит вывалом повалили гастарбайтеры вы помните что все просто вот все сюда валилось смотрите 2008 год пик и помните я говорил в прошлом видео что 2008 год это мировой финансовый кризис приток денег из-за рубежа значит он прекращается там на мировой финансовый кризис все и пошло падение цен на недвижимость с на пике она была 7000 долларов и она падает до 4000 долларов в долларах за квадратный метр падает в 2009 году мировой финансовый кризис большое это падение или маленькая но если посмотреть с началом ну это коррекция просто и все больше ничего если смотреть по-другому но в общем-то сказать доходы падают начинают падать потихонечку у населения и цена устаканивается на 4000 долларов за квадратный метр это 2008 год кстати в 2008 году вот здесь вот и нефть упала примерно так же вот она 2008 год вот видите падение нефти мировой финансовый кризис война в грузии вот имеется ввиду абхазия понимаете нефть обваливается все цены устаканиваются на недвижимость кончился праздник что происходит дальше дальше цены стабилизируются в долларах и даже немножечко подрастают с 4 до 4500 посмотрите что происходит дальше а дальше происходит следующее да значит часть фирм уже начинает потихонечку там помните была такая какая-то жилищная инициатива какая-то вот ипотечное кредитование то есть ипотечники хитрые люди они глядят слушайте а зачем я буду платить за ипотеку 10 процентов годовых когда можно взять кредит валютный по 3 процента годовых 6 процентов годовых я я-то самый хитрый вот и значит 2014 год наступает мы значит нефть дорогая была и мы такие сильные все давай-ка мы прихватим крым вот и значит нефть падает в результате а тут еще и санкции что происходит помните в 2014 году обвал курса рубля он не мог не произойти помните я говорил кризис 2014 года обвал курса рубля что происходит с ценами на недвижимость а ничего не происходит в рублях они стоят на месте но рубль упал в два раза то есть цена в долларах на недвижимость падает в два раза вот здесь график заканчивается на 2015 году вот давайте другой график я отыскал вот он значит две тысячи пятнадцатый год где-то вот здесь вот и дальше две пятьсот сейчас но в районе две четыреста недвижимость стоит вот то есть цены на недвижимость грохнулись соответственно прибыль уже у строительных фирм не то строительные фирмы начинают потихонечку банкротиться жилье жилье которое люди вот здесь вот покупали для того чтобы сдавать в аренду потому что и аренда росла я не зря сказал что когда вот я сказал что в пять раз там формула c равно а поделить на b если а умножить на 5 то b умножается на 5 цены на недвижимость тоже на аренду выросли в пять раз я арендовал вот это вот производственные помещения у меня аренда выросла в пять раз и что получается аренда не падает аренду даже в долларах многие поставили вот потом значит все уже стало все рушится стали переводить как-то торговые центры аренду на зависимости от выручки вот но тем не менее посмотрите кругом друзья мои что вы видите едете по городу смотрите аренда 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 сдается в аренду вот вот очень много сдается в аренду если вы надеетесь что вы купили жилье и вы будете жить за счет аренды посмотрите возьмите любую газету зайдите в интернет и посмотрите сколько объявлений о сдаче в аренду и сколько объявлений сниму квартиру сильно отличается после 2014 года доллар резко когда вырос в цене рубль упал зарплаты у нас в рублях никто их не поднимал что происходит платежеспособный спрос падает гастарбейтеры съезжают массово помню да вот и спрос на аренду тоже резко падает и если люди там до 2014 года москвичи прекрасная идея они сдавали свою квартиру в москве и уезжали в таиланд и там жили на деньги от сдачи в москве квартиры совершенно шикарно вот в таиланде можно на эти деньги прожить снимать там квартиру на все хватает еще можно откладывать тут значит доллар падает цены на аренду уже так дорого не сдашь и потихонечку москвичи начинают возвращаться из таиланда вот все халява кончилась строительные фирмы строят уже мало что продается те кто покупал квартиры для того чтобы продать они их уже начинают массово продавать строительные фирмы умоляют чтобы ну как-то ребята давайте не целыми подъездами продавать покупались целыми подъездами а одну по чуть-чуть по чуть-чуть чтобы немножечко но спускался не обвалом цены на недвижимость по чуть-чуть просто вот один человек а сергей хистанов из открытия он говорит лечу самолете вечер темно и ну как бы еще люди не спят новостройки берет смотрю на новостройки сколько окон в новостройках горят сколько нет процентов 30 окон горит процентов 60 никого нет квартиры пустуют они либо ищут кому сдать в аренду либо ждут пока подорожает что будет с этой недвижимостью когда-нибудь если начнет снижаться цены на недвижимость то будет вот то же самое что на том графике который я показывал но наоборот то есть люди уже начнут не вкладывать деньги в недвижимость а выкладывать из недвижимости и цены начнут катастрофически падать в ипотеку люди скажут зачем мне ипотека вот я говорил помните дефляция это страшное дело есть локальная дефляция это скажем падение цен на недвижимость если будет падение цен на недвижимость помните что я говорил люди будут говорить а зачем я сейчас буду покупать недвижимость если я покупку куплю ее через годик дешевле или через два еще дешевле поэтому я например ожидаю что недвижимость не даст того эффекта на который можно рассчитывать в аренду сейчас на аренде можно на недвижимости заработать только используя специальные схемы какие-то то есть например взять вот эту квартиру сдавать не одной семье например да а квартиры там на сутки хостелы какие-то значит там в два яруса кровати стоят и значит там койка места сдаются на сутки но это уже во первых бизнес но только так можно как-то еще деньги зарабатывать если просто надеяться что взял сдал квартиру на там на три года и уехал в таиланд такого уже нет к сожалению и уже я считаю что не будет вот и сейчас что еще происходит происходит но массовая скажем банкротство компании там мусс обустрой не знаю что по-моему что-то не очень хорошее вот су 150 су 155 крупнейшей компании и пик что происходит значит компании обе банкроты вот и так же как в америке в 2008 году значит перед обамы стоит задача кого-то надо обанкротить значит су-155 напирают на то что там военная ипотека значит они под себя подгребли там они военные мы там со всеми договоримся вот пик компания тоже крупнейшая компания она не менее крупно морд он еще был по морд он он крутится насколько я помню вот а может и нет поправьте если вот но задача стоит перед государством того спасти и они решают что мы спасем пик су-155 хоронят вот а пику выдают ну не выдают кредит а просто дают деньги санация грубо говоря честно говоря пик уже государственная компания фактически вот потом значит как еще путин говорит слушай ну как поддержать строительные отрасли рушится он понимает что все вот все что это сделано это может рухнуть обвал полный банки если банк выдает кредит он многие банки выдавали кредит под залог недвижимости с недвижимость начинает падать то ни один банк не возьмет в залог недвижимость уже не берут давно вот и соответственно рынок кредитования падает все рушится вся экономика рушится что делает путин сначала путин до выдает военные сертификаты давайте военным строить из бюджета как бы военным выдает сертификат вы можете его вложите в недвижимости там ну часть большая часть стоимости государством обеспечивается военных но как-то вот это как-то помогло потом он говорит дальше как еще помочь можно рынку недвижимость еще какие есть ресурсы материнский капитал давайте разрешим материнский капитал использовать для того чтобы не на детей а на покупку недвижимости его можно использовать потому что ну вроде как это тоже детям хорошо материнский капитал как бы положение не улучшается что делать дальше думали 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 а давайте-то мы за счет государства будем уже уже строить ту же компанию пик надо обеспечить работой ну вот давайте при инновацию придумаем и расселять вот эти пятиэтажки хорошее дело значит реновация тоже за счет государства во многом деньги из госбюджета помощь но реновация тоже не бесконечный бюджет тоже не бесконечен друзья мои я считаю что недвижимость в общем то сейчас вряд ли вас спасет и уже сейчас например если многие жалуются у кого есть квартира ну во первых сдать ее достаточно трудно если сдается квартира уже посчитано что примерно примерно доходность если просто вот тупо сдавать квартиру одной семье там ну не больше чем 6 процентов годовых за недвижимость при этом недвижимость не молодеет как только вы ее начинаете сдавать это уже вторичка это уже цены снижаются то есть цены на сам актив снижается и доходность этого доход этого актива тоже снижается ну и если снижать цену на аренду то логично будет снижаться как с облигациями и стоимость самого актива, ну тогда более-менее будет держаться доходность от сдачи аренды. То есть цена на аренду снижается, скажем, на 10%, и цена на 10% за недвижимость снижается, но 6% доходность от владения этой недвижимостью, если ее купить для сдачи в аренду. То есть можно купить подешевле, но цена-то снизилась, продать-то его уже можно дешевле. Поэтому вот мое личное мнение, что недвижимость вас не спасет во время кризиса. И более того, когда во время кризиса все становятся резко беднее, то вот тоже способный спрос падает, вы вообще не сможете ее продать. Ликвидность у недвижимости низкая. Ее продавать можно годами. Ну, если сказать про Америку еще раз, ну смотрите, вот я захожу в город Флинт, и там за рекой и даунтаун, я как-то взял и думаю, а что там за рекой, дай-ка я посмотрю. И я просто перехожу в мост, и там совсем другая жизнь. Я смотрю там, ну в Америке дома вообще без заборов стоят, домики, и они заброшенные, но какие-то они не совсем заброшенные. То есть там во многих домах просто вот вместо стекол клеенка, видно, что там живут какие-то люди. То есть, короче говоря, дом пустой, живите кто хотите. То есть в Америке вот масса таких домов, которые просто, они брошены, никто в них не живет, у них есть хозяева, но никто в них как бы не живет, может, дом пустой, живите кто хотите. Вот. И наши люди просто едут туда, вселяются в этот дом, живут со всякими латиносами в одном районе. Вот. Там полиция туда опасается заезжать, потому что там ночью, в общем, не это самое, не камильфо. Вот. У нас тоже потихонечку некоторые районы начинают превращаться в подобные райончики. тоже в центре города, пятиэтажки, где. То есть, если не будет реновации, то, в общем, так и будет, но реновация, скорее всего, позволит этого избежать. Вот. Ну, каких-то гетто совсем уже. Но недвижимость вряд ли нас спасет. Вот, что я хотел сказать. И что, как готовиться к передущему кризису, если он будет. Ну, во-первых, вот она ситуация, которая может быть и которая спровоцирует кризис. То есть, цены, вы говорите, кто-то мне говорит, дефляции не будет, сплошная инфляция, цены могут только расти, а цены начнут падать на недвижимость. Они уже упали больше, чем в два раза. Вы только что это видели. Дефляция в недвижимости уже идет, уже полный застой в этом деле. И вот оно, это может быть началом, если, так сказать, продолжится сценарий там с дефляцией и с падением производства на все, то, в общем, ребята, вот мы и приплыли. Вот. Но это возможные сценарии. Как вы считаете вероятность, какова вот этих сценарий, которые я обрисовал? Напишите, пожалуйста, в своих комментариях. Напишите вообще, что вы думаете по этому поводу. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вас, как обычно, лайк, колокольчик и до встречи. С вами был Демитров Юрий.